В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Снова нарушение и снова вокруг формы 2. Только теперь без ведома самого избирателя. В ЦИК обратилась женщина, которая не нашла свою фамилию в списке на участке, где обычно голосуют по прописке. В новостройке Рухи-Мурас. Оказалось, что неизвестные зарегистрировали ее совсем на другом участке, номер 1055, что расположен в столичной школе 59. Женщина утверждает, что сама своего избирательного адреса не меняла. Оперативная группа ЦИК, проведя расследование, выявила, что избирательницу перебросили на другой УИК через электронный кабинет избирателя на сайте ЦИК. Неизвестный, завладев паспортными данными Токтоналиевой и получив в Центре обслуживания населения электронную подпись, незаконно зарегистрировал ее УИК номер 1055. Информация направлена в Генеральную прокуратуру и МВД. Следствие уже идет. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Мошенницы покупали технику в рассрочку, а после исчезали с деньгами от проданных бытовых приборов. Двух женщин с подозрением в совершении таких деяний задержали правоохранители. По их данным, гражданки взяли в рассрочку товары на полмиллиона сомов и скрылись. Пострадавший обратился с заявлением в милицию. Злоумышленниц разыскали. Одну из них уже заключили в СИЗО на месяц, другую отпустили под подписку о невыезде. Следователи обращаются к гражданам с просьбой сообщить, если они также пострадали от действий указанных подозреваемых. Самый большой урон из всех экономик Евразийского экономического союза пандемия нанесла отечественной. Такой вывод озвучило Министерство экономики, представив сравнительный анализ данными других членов ЕАЭС. Так, ВВП Кыргызстана в этом году составил чуть более 335 млрд сомов, что говорит о падении почти на 6% в сравнении с показателями за прошлый год. Инфляция достигла 5,6%. Большие снижения наблюдаются по всем основным экономическим параметрам. С начала года внешнеторговый оборот Кыргызстана упал на 21,7%, составив 3,83 млрд долларов. А импорт снизился на 30%, что в денежном выражении составляет 1,9 млрд долларов. Из пяти республик Союза Армения по уровню ВВП потеряли 5,7%. В Казахстане спад составил 3%, у России 4,3%. У Республики Беларусь минус 1,3%. Аэропорты в Бишке-Кияше готовы реконструировать французская компания. Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел нашей республики Ченгызай Дарбекова с послом Франции Микаэлем Ру. Последний, отметим, заканчивает свою миссию в нашей стране. И в этой связи он и глава нашего МИД подвели итоги кыргызско-французского сотрудничества за период его работы. В ходе онлайн-беседы стало известно, что международный оператор парижских аэропортов, аэропортс де Парис и Ти Эй Ви Эрпортс, готов поучаствовать в реконструкции обеих воздушных гаваней Манас и Ош. На сегодня уже есть успешные примеры совместных проектов. Одна из французских компаний принимает участие в реабилитации от Башинской и Токтагульской ГЭС. Еще одна крупная организация работала над восстановлением автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана. Ош-Баткенская область В Бишкеке относительно низкие показатели 18 человек. Между тем, лечение в стационарах по республике получают 643 гражданина. Амбулаторно лечится 1641 кыргызстанец. С выздоровлением зафиксировано 142 переболевших. Летальных случаев нет и уже к большой радости на протяжении двух недель удается не допускать потерь среди населения от COVID-19. Тем временем среди медработников продолжают случаться заражения на рабочем месте. К сегодняшнему дню коронавирусом заболели еще 13 человек. Четверо в Бишкеке и четверо в Баткене. По двое в Оржской и Джалалабадской областях и еще один в городе Аше. Минздрав сообщает, что официально COVID-19 переболели 3227 работников организации здравоохранения. Официальных точных данных по умершим докторам нет. К началу сентября говорилось о более 70 человек. Однако эту цифру под сомнение уже поставили правозащитники и некоторые СМИ. Они решили сами составить точные списки медработников, умерших от COVID-19 в Кыргызстане. Цифры, заявляют активисты, однозначно выше, чем те, что представляет правительство. Так, Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о необходимости систематизировать данные о погибших врачах по месту работы, профессии и другим факторам. Чтобы ответственные министерства определили конкретные стратегии для защиты группа риска, которые, вероятно, потребуются уже в ближайшем будущем, во время второй волны. Между тем, каргастанцы остро нуждаются в операциях по причине разных болезней, пока не смогут получить бесплатную помощь в Турции. Эта страна берет на лечение ежегодно 150 наших граждан, которые турецкие врачи оперируют с применением высокотехнологичного оборудования совершенно бесплатно. И сегодня пациенты с тяжелыми диагнозами ждут возможности получить такое лечение. Но турецкая сторона приостановила действие этого соглашения. Как отметили в Минздраве, уже дважды они обращались к коллегам с просьбой возобновить прием наших пациентов. Однако турецкая сторона снова отказала, объяснив, к сожалению, что из-за второй волны коронавируса не сможет предоставить бесплатное лечение не только каргастанцам, но и гражданам других стран. Не исключено, что и в следующем году эта договоренность не возобновится. Крупнейшие гипермаркеты столицы оштрафованы за несоблюдение санитарных норм. В муниципалитете даже заявили, что торговые сети представляют угрозу жизни горожан. Такой вывод сделали проверяющие в составе специальных групп от мэрии и иных служб, которые проводят рейды по объектам массового скопления людей. Так, в магазинах крупнейших торговых сетей, как заявили специалисты, не соблюдаются элементарное ношение масок, обработка рук антисептиками, социальное дистанцирование. Не только сами посетители не оберегают себя от возможного заражения, но и руководство магазинов пренебрегает основными мерами защиты. На входах через раз измеряется температура, дезинфицирующих ковриков нет. Администрации этих пунктов продаж наказали штрафами второй категории кодекса о нарушениях и вновь призвали граждан при посещении маркетов соблюдать правила санитарной безопасности. Общее число граждан Земли, которые заболели коронавирусом, достигло 32 миллионов 800 тысяч. Такие данные приводит электронная карта информации о всемирном распространении ковид. По-прежнему наибольшее количество заболевших в США. Там инфекцию выявили уже почти у 7 миллионов человек. В Индии 5 миллионов 800 тысяч. И замыкает тройку этого антирейтинга Бразилия, где ковид был выявлен у 4 миллионов 700 тысяч граждан. Между тем, ситуация в Великобритании выходит из-под контроля. За последние сутки там выявили рекордный прирост – 6634 новых пациентов. Таких цифр там не было с самого начала пандемии в мире. Премьер-министр Борис Джонсон ранее сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, перевод офисных работников на дистанционный режим. На фоне роста заражаемости британские сетевые супермаркеты снова ограничивают продажи товаров первой необходимости, включая туалетную бумагу и обеззараживающий гель, чтобы не допустить ажиотажа. В России на сегодня переболел 1 миллион 123 тысячи жителей. И несмотря на все меры и лекарственные разработки, в Москве накануне суточный прирост составил более тысячи человек впервые с 1 июня. Для жителей старше 65-ти уже ввели строгие ограничительные рекомендации на передвижение. И на этом все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на НТС. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...